Здравствуйте! На телеканале просвещение Рассвет. Программа о важном и полезном. Программа для всех и каждого. Программа о нас с вами. Произведение, которое читают, имеет настоящее. Произведение, которое перечитывает, имеет будущее. Так сказал Александр Дюмасси. Сегодня в Рассветной студии Лада Акимова, журналист. Доброе утро. Доброе утро. Лада, вы знаете, сейчас не так много молодых людей, окончивших, например, МГУ, факультет журналистики, готовы называться журналистами. Все больше хотят стать звездами телеэфира. Вот для вас позиционирование вас же, как журналиста, это вот ваше внутреннее состояние? То есть вы себя ощущаете профессиональным журналистом? На телевидении или в жизни? В жизни. Ощущаю. Да? То есть это то, к чему вы стремились и то, чего вы хотели достичь? Нет. Нет? Вот так. Нет. Нет. Я на самом деле вот к тому, чтобы стать вот таким журналистом, да, как вы сейчас сказали, я абсолютно не стремилась. На самом деле я хотела поступать в АВГИК, на факультет киноведения, потому что я всю жизнь хотела заниматься кино. Не сниматься, не снимать, а именно писать о кино. Вот. Но так случилось, что в АВГИК я не поступила. Поступила на факультет журналистики. И просто хотела стать журналистом. Я им стала. А мечта детства была какая? Кем стать? Вот как ни странно. Вот понимаете, в чем дело? В то время, когда вот, скажем так, мое поколение училось в классе 5-6, у нас было две профессии. Как бы вот мальчики хотели стать космонавтами, девочки и актрисы. То есть для нас это что космос, что мир кино. Мы как бы между этими двумя профессиями ставили за направленность, потому что что-то вот нечто волшебно-загадочное было в этом. Вот. Но я как бы, видимо, выделилась из этой группы своих подружек, одноклассниц, потому что я не хотела быть ни актрисой, ни режиссером. Я всегда хотела заниматься кино. Просто так получилось, что я в достаточно раннем возрасте попала на съемочную площадку. Не в качестве актрисы, а просто вот как бы пришла и посмотрела, что это такое. Меня это заворожило. Я решила писать о кино. Собственно говоря, я всю жизнь этим занимаюсь. И вы написали книгу «Моя Гурченко». Вот мы прочитали, что я хочу рассказать о Людмиле Марковне Гурченко, великой женщине, великой актрисе, которая прошла через всю мою жизнь. Она действительно прошла через всю вашу жизнь? Да, это действительно правда, потому что мы с ней познакомились, страшно сказать, в 1985 году. И так случилось, что вот до ее ухода, я не буду говорить, что как бы мы дружили, да? Она дарила меня своей дружбой или дарила мне свою дружбу. Но как-то так вот случилось, что с 1985 года до ее ухода мы общались. Не могу сказать, что это было каждый день. Этого не было. Встречи были специальные, были эпизодические в силу ее профессии, в силу моей профессии. Мы могли сталкиваться совершенно случайно в разных городах, в разных даже странах, в аэропортах, в купе поезда. Иногда специально были моменты, когда она мне звонила, и мы с ней встречались. А знаете ли вы, что книгопечатание изобретено по историческим меркам сравнительно недавно? Считается, что первым печатным изданием является 42-строчная Библия Гутенберга, напечатанная приблизительно в 1454 году в немецком городе Майнце Иоганном Гутенбергом. Некоторые источники утверждают, что сохранившийся до наших дней экземпляр латинской грамматики Донатос был напечатан несколько ранее, примерно в 1450 году. Лада, книга Майя Гурченко – это труд журналиста или труд писателя? Не знаю. Не могу сказать. Вы понимаете, как произошло? Несмотря на то, что мы с ней общались с 1985 года, я ни разу с ней не работала. У меня нет ни одного интервью с Людмилой Гурченко. Потому что у нас первый период, когда мы только начали общаться, у нас даже была такая своеобразная игра. То есть я ей предлагаю взять интервью у нее, а она отказывается. На момент, когда мы с ней познакомились, я работала с Чурсиной, с Людмилой Алексеевной. В те времена она только приехала из тогда еще Ленинграда. Юрий Иванович Еремин, тогда главный режиссер театра еще Советской Армии, пригласил ее на главную роль Настасьи Филипповны в спектакле «Диоты» по Достоевскому. И поскольку я с ней работала, я работала в том смысле, что я брала у нее интервью. В те времена все было гораздо, скажем так, фундаментальнее, что ли. То есть если журналист работал с артистом, если артист работал с журналистом, то это действительно была работа, а не как сейчас на бегу. Получается, что я хаю, как в сегодняшнее время. Но это такая ностальгия, простите, ради бога. Вот. И на один из таких спектаклей, да, у меня еще свойство характера, что это осталось по-прежнему. Если я работаю с человеком, у меня постоянно идет работа в голове. То есть я прокручиваю вопросы, предполагаемые ответы, иногда прописываю, что я скажу герою, что он ответит на это. Ну, это вот своеобразная специфика моей работы. Вот. И точно так получилось, что мы с приятельницей пришли уже в которые. Я перетаскала всех своих подруг на этот спектакль. Вот. И мы пришли с моей подружкой, сидим, смотрим. Она наслаждается игрой, понятно, Зельдина, Владимир Михайлович, Нина Афанасьевна Сазоновой, Царствие Небесное, Чёртиной Людмилы Алексеевны. Вот. А я в голове прокручиваю то, что сейчас я должна в антракте, буду спросить у Людмилы Алексеевны, что она мне ответит. В этот день у меня была оттеплилась маленькая надежда, что она завизирует текст. Антракт. Я встаю с места и приятельнице говорю, что ты подожди меня, я пойду к Чурсиной зайду. И прохожу, там такие узенькие проходы на малой сцене были. И вдруг слышу, ну что встала, если Че мягкая, я не могу это... Если тебе надо к твоей Чурсиной. В моей голове в это трудно поверить. Промелькнула одна мысль, где-то этот голос я уже слышала. И собралась идти дальше. Меня затормозила подруга, сказав, здравствуйте, Людмила Марковна. Тут я поняла, что я, в общем-то, прошла мимо Гурченко. Что это мягкая Чеприна лежит именно ей. Мягкая Чеприна лежит именно Людмиле Марковне. А потом, значит, так получилось, что она захотела пойти к Нине Афанасьевне Сазоновой. Я ее провела за кулисы. Они о чем-то беседовали с Ниной Афанасьевной, о чем не знаю. И когда я вышла из гримерной Чурсиной, Людмила Марковна стояла, меня ждала. Ну, выводи меня обратно отсюда. Ну, в общем, мы, держась за руки, вошли в зрительный зал. Вот так, как я говорю, наверное, я не могу за ней Людмила Марковну это говорить, но мне бы хотелось так думать, что вот так, держась за руки, мы и шли. Всем доброе утро. Мы начинаем занятие по стрейчингу, растянем наши мышцы, приготовим к дальнейшему, к работе, к нашему дню. Итак, руки раскроем чуть шире, ноги на ширине тазовых костей, чуть шире поставим, руки наверх поднимаются. Вдох, опускаем на выдох руки вниз, круг плечами, лопатки сведем, плечи опустим в грудную клетку, поднимем наверх, корпус держим прямо. И голову опускаем направо. Стараемся противоположное плечо потянуть вниз, ухо тянем к правому плечу. На вдох правая рука через сторону, поднимаем на висок, опускаем, выдох, прижимая, расслабляем мышцы рук, за счет собственного веса опускаем голову еще ниже. Плавно опускается рука вниз, на вдох голову поднимаем, колени чуть согнуты и мягкие. И на выдох опускаем на другую сторону. Лопатки стараемся сводить, плечики вниз, но особенно противоположно. Рука через сторону, левая на висок, опускаем, расслабляем мышцы рук, за счет собственной тяжести, опускаем голову ниже. 4, 3, 2, опускаем руку. На вдох голову поднимаем, сохраняем прямой позвоночник, голову опускаем вниз, подобородок прижимаем к грудной клетке, мышцы шеи расслабляем, плечи опускаем ниже. Грудная клетка чуть наверх, пупок прижат к позвоночнику, но не напряжен. Руки через стороны, в замок опускаем на затылок, локти сводим вместе и расслабляя опять мышцы рук, расслабляя плечевой пояс, опускаемся все ниже, но при этом сохраняя. Прямую спину, таз немного подаем вперед. 4, 3, 2, плавно опускаем руки вниз, голова остается расслабленная. На вдох голову поднимаем выше и вверх, и руки поднимаем еще выше. Руки вытянули в замок наверху, колени сгибаем, таз подаем вперед, округляем спину. Круглой спиной уходим назад, голову прячь вниз, плечи стараемся опустить. На вдох руки раскрываем шире в стороны, пальцы разворачиваем назад большие, плечи стараемся опустить, таз подбираем немного вперед и раскрываем мышцы грудной клетки, растягиваем мышцы груди. Дальше правая рука сгибается в локте ладонь, опуская между лопаток, левой рукой за локоть, спину держим ровно, затылком немного, руку толкаем назад и наклоняемся, все наоборот, влево. Наклон, тянемся 4, 3, 2, возвращаемся обратно, выдох, хороший вдох, все меняем. Левая рука, правая за локоть, спину выпрямили, вдох и выдох, опускаемся, пауза, вдох и выдох, возвращаем. Руки раскрываем широко, за спиной в замок. Хорошо, колени чуть согнуты, локти выпрямляем, за спиной лопатки сводим, грудную клетку подаем вперед, дальше таз уводим назад, колени выпрямляем, сохраняем прямое положение спины, наклоняемся вперед. Растянем всю заднюю поверхность бедра, плечи, стараемся наклониться параллельно полу, макушкой тянемся вперед, плечи стараемся опустить, держимся еще 4, 3, 2, 1. И плавно руки опускаем ниже, ниже в пол, округляем спину, руками тянемся до пола, потянулись еще чуть ниже, расслабили мышцы спины, голова, все внизу, 3. Два колена сгибаем и круглой спиной поднимаемся вверх, круглой спиной, плечами, плечи опускаем, руки через стороны, еще раз наверх, вдох, вытянули. На выдох, все сбросим вниз, два колена сгибаем, расслабим спину, отлично. Беремся за носки двумя руками, стараемся колени выпрямить, потянуться ниже. Продолжаем себя держать за носки, руки растягиваем, спину растягиваем и тянемся к ниже, к ногам, 5, 6, 7. Два колена сгибаем, круглой спиной корпус плавно поднимаем вверх, руки через стороны поднимаем, вдох. Вытянулись высоко, замок, чуть прогнулись назад, таз немного вперед. И выдох, все сбросили вниз, расслабили корпус, поднимаемся вверх. Да, всем большое спасибо, похлопаем к себе, отдыхаем. Лада, итак, первое знакомство состоялось, вы взялись за руки. Ну а как все-таки началась работа, когда вы просили все-таки дать ей интервью, она отказывала? То есть когда эта игра началась? Игра началась опять в этот же... Этот вечер не закончился. Вторым действием спектакля «Идиот». Мы с приятельницей вышли через служебный вход, и я закурила. Я уже тогда курила. И вдруг слышу, а курить, между прочим, вредно. Так, поворачиваюсь, выходит Людмила Марковна со своей подругой и спускается вниз по ступенечкам со служебного входа к своей машине. И как-то вдруг остановилась, вот я как сейчас это помню, и в полоборота так повернулась. Говорит, а спорим, я лучше твоей черсиной играю? Я говорю, ну а что спорить-то? Я говорю, только у вас-то интервью не добьешься. Спорим. Сказала, я нагло. Ну, изображать я не буду Людмилу Марковну, все представляют, как это могло выглядеть. А она говорит, а что ты про меня знаешь, чтобы мне интервью-то брать? На тот момент я прочитала мое взрослое детство, естественно, и аплодисменты, которые были опубликованы еще только в журналах «Наш современник». Я начала пересказывать. Причем мой монолог прерывался, вышел Зельдин. Нет, сначала вышла, значит, Чурсина пробежала, потом мне на Афанасьевна раскланялась, Чеханков расцеловавшись. И выходит Владимир Михайлович Зельдин. Люсенька с его инстанацией там расцеловались и так далее. Поворачивается ко мне, говорит, а почему ты ко мне не зашла? Я говорю, я вам позвоню. Он говорит, звони, Люсенька, а вы знакомы? Это, ладно, удивительная девочка. А я поняла, что сейчас вот Людмила Марковна с Владимиром Михайловичем меня размажут просто. Я прижалась к одной из 99 колонн этого театра, понимая, что я пропала. Но, как выяснилось, я не пропала, потому что все посмеялись, но по-доброму. Тогда Людмила Марковна пригласила меня к себе на съемки. Вот. И, собственно говоря, вот так как-то. Вот здесь в своей книге вы пишете о своих, ну, может быть, неправильно выражусь, мучениях, о том, писать, не писать, выпускать, не выпускать книгу, да? И вы это описали. Да, это правда было. Мучения начались практически сразу. Понимаете, в чем дело? Это настолько мое личное, я бы даже сказала, где-то интимное. Я не одинока вот в таком как бы, в этом слове. Мне некоторые говорили, что это книга, на стадии рукописи еще, что это настолько личное, интимное, как ты не боишься. Я говорю, я боюсь, а что делать? Но мне, да, я сомневалась, я очень тяжело работала. И меня мучил один единственный вопрос сначала. Должен об этом знать ее муж или нет? Мы с ним не были знакомы. Несмотря на то, что вы очень часто пересекались и встречались незнакомым? Так получается, что... Нет, с Сергеем Михайловичем мы встречались вот в период, когда он стал уже мужем Людмилы Марковны, всего два раза. В аэропорту и потом дома. Я все это описываю. Я не знаю, помнит ли он об этом. Я помню очень хорошо. Дай бог, чтобы он не помнил. Вот. Но как-то так случалось, что, допустим, вот, если у меня что-то случалось в жизни, Людмила Марковна приезжала одна или приглашала меня куда-то на встречу, ну, это ее решение было. Если она мне звонила, и я к ней приезжала по ее просьбе, то это происходило, я тоже пишу об этом в книжке, как правило, в отсутствии Сергея Михайловича. Продолжая тему, вот вы в книге описываете, ну, как так, тоже очень такая фигура загадочная, ваш супруг. Он периодически выходит на первый план, как такой вот плечок, помощник, дядька. Людмила Марковна назвала его дядькой, но, к сожалению, уже его тоже нет в живых. Он ушел раньше, Людмила Марковна. Там это тоже написано в книге. Он обещал к ней прийти на спектакль, но болезни всегда можно победить. Да, она его... Я бы даже сказала, она обожала его. Просто вот, ну, что-то... Он действительно, он был человеком с такой харизмой, обалденной. И она как-то вот прям... Он такой был такой большой, а она маленькая. Они как-то так смотрелись, ну, просто прелесть. Она его звала дядькой. Ну, с этого все и пошло. А вот эта фраза, он не ревнует тебя ко мне, почему она вас вот тогда поставила в тупик? Потому что мне... Да, да, потому что мне было это очень странно. Ну, как он может ревновать, когда он знает, что я... Что человеку вот... Ну, я не могу сказать, я не знаю этого, боялась она оставаться одна или нет. Но если она спросила, останешься, значит, не просто так. Значит, ей зачем-то это было надо. И почему он должен ревновать, если он знает, где я, с кем я и так далее, и так далее. Собственно говоря, как бы ему же на руки она упала-то. Ну, так уж, по большому счету. И мне этот вопрос... Я до сих пор на него не могу найти ответа. Но сейчас я уже не узнаю, конечно. Но мы так... Это для наших телезрителей так периодически осыпем цитатами из книги. Это повод просто ее прочесть, на самом деле. Книга очень интересная. И действительно, она вот у меня оставила впечатление такого художественного, литературного произведения. Это не воспоминания. Это вот, ну, художественная литература. А знаете ли вы, что одна из самых тяжелых книг в мире весит 50 килограмм? Она издана в Веллингтоне всего в нескольких экземплярах. И содержит подробную историю развития регби в Новой Зеландии. А вот самой маленькой книгой является издание детской сказки «Старый король Коул». Размер этой книги 1 квадратный миллиметр. Она была издана в 1985 году тиражом 85 экземпляров. Люди есть те же, наверняка, которые, наверное, и на слайде рукописи читали эту книгу. И вот уже сейчас прочли. Что они говорят вам? Вот как они оценивают ваш труд? Ну, и вообще смелость-то вашу. Ну, смелость это действительно. Ну, это, да, наверное, смелость. Не знаю. Оценивают как? Пока хорошо. Пока хорошо? Ну, если не предвзято. Нет, абсолютно не предвзято. Нет. Пока хорошо. Пока спасибо я слышу. Я за последнее время услышала столько спасибо, сколько я не слышала, наверное, за всю свою жизнь. Вот так. Скажите, и все-таки вот это обращение чертяка откуда? Я не знаю, я у нее спрашиваю, я же там это описывается. Причем, к сожалению, я не могу передать, как она это говорила, но кто ее знает, наверное, поймут. Я спрашивала ее не один раз, когда я ей наконец-то надоела. Она говорит, да потому что, как говорил мой папа, все люди как люди, а ты, я к черту на блюде. Такая же дурка, как и я. И при этом вот нараспев сволочь с неповторимым мягким яйчем. Это не было оскорблением, нет, это вот, почему я не знаю. Не знаю, вот чертяка и все. Мне всегда очень интересно, вот как создается книга. Есть рукопись, которую приносит автор. Дальше эта книга, рукопись попадает в какой-то отдел, в руки каким-то другим людям. И тут вот вдруг создается обложка, да, фотографии появляются, статьи еще предваряющие саму книгу. Вот как у вас все это было, кто делал вот это вот? И это делали замечательные люди, волшебники. Да. Это люди, которые работают в издательстве известия. Это просто, ну, волшебники. Они с вами согласовали вот оформление книги, обложку, вот какие-то вещи? Ну так, я могу, наверное, это сказать, но мы работали вместе. Вместе работали, да. И вот этот вот калаш из... Нет, калаш это так и есть. Это панно, это из ее архива. Вот, это панно так и есть. Оно, в принципе, ну, скажем так, достаточно известное. Но вот как распределялись фотографии, да, как вообще вот сколько людей. Я же не одна работала над этой книгой. Вот совершенно правильно сказали, что я сдала только рукопись. Все. Книга предваряется словами. Из чего ты сделана? Из того, что ты любишь? С примесью стали. Хомингу и острова в океане. Почему именно эти строки? А есть потрясающий спектакль. К сожалению, по-моему, он малоизвестный и уже забытый. Поставил его Анатолий Васильевич Ефрас. И в главной роли Михаил Александрович Ульянов. И Людмила Марковна играла его первую жену. И там вот оттуда, у меня просто этот кадр стоит перед глазами, но ее спрашивает, ее героиня, из чего ты сделана? Из того, что ты любишь? С примесью стали. И действительно, Гурченко, на мой взгляд, сделана, нельзя сказать про человека, да? Но она была с примесью стали. Если ей что-то было надо, она добивалась своего... Не могу сказать любым путем, нет. Одним путем, но добивалась. А знаете ли вы, что самый древний из дошедших до нас образцов письма – это папирус Приса. Ему около шести тысяч лет. Замечательно, что начинается он следующими словами. К несчастью, мир сейчас не таков, каким был раньше. Всякий хочет писать книги, а дети не слушаются родителей. Вот все, что вы пишете о ней в книге, это было только личное впечатление, личная информация, то, что вы знали, либо все-таки пришлось собирать какие-то истории? Нет, мне пришлось пересмотреть нон-стопом все ее фильмы. Плюс ко всему, я просила, у кого остались записи дисков, ее «Антреприз». Потому что фильмы можно посмотреть, а «Антреприза» ты уже не посмотришь, то, что осталось в памяти. Мне нужны были какие-то детали. И вот с «Дороги правды», с ее самого первого фильма до последних, я все это пересматривала. И вот она, работа киноведа. Это работа киноведа, да. Нет, я не киновед, я там это подчеркивала несколько раз. Я не разбирала ее работы с киноведческой точки зрения, потому что, мне кажется, я не имею права это делать. Я могу это судить только как зритель. Собственно говоря, я и пыталась написать как зритель, и обратить внимание ее поклонников, что, ребята, у нее есть не только «Карнавальная ночь», не только «Старые стены». У нее есть много-много замечательных фильмов. Причем они появились в ее фильмографии, скажем так, уже в перестроечные годы. Мало кто их смотрел. Может быть, обратят внимание, посмотрят, не знаю. Вы хотите сказать, что Людмила Марковна была и осталась заложницей вот этой одной роли? Леночке Крыловой? Да, да. Нет. Нет? Нет. Она настолько многогранна. Нет. А потом она уже не могла остаться заложницей этой роли, потому что у нее были старые стены. Она единственная из всех актрис нашего советского кинематографа. Если мы вспомним, там, Татьяну Самойлову, Тамару Семину, например, да? У них же тоже был безумный взлет. Но, к сожалению, потом вот... А, Людмила Марковна единственная из всех актрис, которая смогла не просто второй раз покорить эту вершину, но и, в принципе, она на другой роли для себя. Большая драматическая роль, и роль возрастная, и она меняла себя в этой роли. Не только грим, костюм, прическа. У нее другая походка, у нее другой голос, у нее другой взгляд. Там было не только в момент съемок, она и в жизни. Потом ее, кстати, в этом обменяли многие. Что непонятно, это вот... Люся Гурченко или любимая женщина-механика Гаврилова тут со мной живет в одной квартире. Я считаю, это глупо, потому что это как раз говорит о том, что человек настолько погружается в свою роль. Мне кажется, это хорошее качество актрис. Вот вы привели примеры актрис Самойлова и Семина, которые не смогли выйти из этого переломного момента. А вот Людмила Марковна смогла и доказала, что она еще и драматическая актриса, и еще много ипостасей у нее. Это как раз вот это качество с примесью стали? Я думаю, да. Потому что, ну, в принципе, и сама Людмила Марковна об этом и часто говорила, и написала в книжках. Она всегда была наготове. Вот можно такое слово сказать? То есть она всегда была готова. Вот если завтра съемка, если завтра ее позовут на пробу, она всегда готова. То есть она следила за собой, даже когда... Следила не в смысле там лица, диеты, она следила за собой и внутренней. То есть, я не знаю, может быть, духовность, что-то как-то с этим. Я не могу правильно это выразить. Она всегда была готова. Но это качество профессионала наверняка. Нет. 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 Это ее железный характер. Профессионал в любом случае когда-нибудь дорасслабляется. Она все вот эти годы с карнавальной ночи, когда, да, начались... Я не знаю, почему она не любила рабочий поселок. Не знаю. Мне кажется, что это генеральная репетиция. Опять-таки, я говорю, как зритель. Это генеральная репетиция старых стен. Я не могу понять, почему она ссорилась с Германом на 20 днях без войны. Я могу понять, почему она поссорилась с Тодоровским. Не могу понять, почему с Германом ссорилась. Ну, может быть, это больше баек, я не знаю. Но она всегда была собранная. И очень расстраивалась, если у нее завтра какая-то ответственная съемка, а у нее накануне что-то произошло. Она очень расстраивалась, потому что она завтра должна войти в кадр. Работа, работа для нее была самая главная. Она сама это говорила, я это не придумала. Вот вы говорите, что она всегда была собранная, она всегда была наготове. И однако же в книге, и вы сейчас говорите, что были моменты Люси слабой. То есть это не пересекались вот эти состояния? Нет, я как раз говорила, когда она была собрана после взлета в карнавальные ночи, и когда случилось то, что случилось, то есть ее пытались стереть с лица земли, вот тогда, я не знаю, я не говорила с ней на эту тему, но мне так кажется, что она сама себе, наверное, сказала, что я все равно буду работать. И она работала, она постоянно работала. Она пыталась работать в современнике, то есть она пошла в театр работать. Она не театральная актриса на тот момент была. Она соглашалась на любые эпизоды, лишь бы работать, потому что работа это не расслабляет. У нее есть совершенно крошечные эпизоды какие-то потрясающие. Там взорванный ад тот же. Мало кто знает. Белый взрыв у Станислава Сергеевича Говорохина, ну, там не эпизодическая роль, а тоже роль, она не любила этот фильм. Она говорит, я там ничего не сыграла. И потом, когда Говорохин спустя годы ее пригласил в другую картину, ну, сейчас я не буду говорить какую, чтобы не обижать ту женщину, которая там сыграла, она сказала, нет, нет. Потому что она очень хорошо помнила, что в горах она трепала нервы Говорохину. Хотя это не так было на самом деле. Но вот это вот, она постоянно себя ела. Самоедкой я ее там называю. Самоедкой. Но это качество характера. Всегда переживала. Работа, 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 работа. Лицо, работа. Ну, про Талию она не волновалась, но лицо, лицо, работа, годы, работа, паспортные данные. От этого зависит моя зарплата. Но это она говорила. Не мне это она везде говорила. А у вас есть любимый фильм с Людмилой Марковной? Не знаю. Мне так много ее фильмов нравится. Мне очень нравится «Вокзал для двоих». Мне очень нравится «Сибириата». Мне очень нравится «Мама». «Рабочая пасть». Я сейчас перечислю буду бесконечно. Она вся в фильмографиях, по сути. Мне очень нравится «Нелюдь» или «Охота в раю запрещена». «Послушай, Феллини» – это вот что-то запредельное. Просто. Чем быстрее мы живем, проснулся, побежал, спотнулся о работу, вскочил, упал, уснул, тем меньше мы любим отвечать на простые красивые вопросы. Ну вот, например, как вы понимаете слово «убранство»? Что-то интерьерное, в одежде, масса украшений, все блестит. А съедобно ли это слово? Вы знаете, вполне. Убрать и подать, а не наоборот, и сделать это грамотно, пожалуй, одна из моих самых любимых тем под названием «Соусы к заправке-дрессинге». От английского «убранство», «украшение», «одежда», если хотите». Вот давайте об этом и поговорим. Доброе утро, а приготовим нехитрый салат и очаровательную к нему заправку. С хреном. Как бы неуклюже, дрессинг с хреном – это не звучало. Впрочем, по сути, никаких противоречий. Давайте уже определимся с красивыми терминами. Дрессинги вышли на первый план в последнее десятилетие 20 века, когда идеи здорового питания начали приобретать все больше и больше сторонников. И коль скоро, главная цель всех соусов как таковых – именно одеть блюдо. То есть сообщить ему максимально полный вкус, аромат, а иногда и цвет, слово «дрессинг» и стали употреблять, подразумевая под ним и низкокалорийные заправки для салатов, и соусы на майонезной основе, и жидкие соусы с участием растительного масла. Этот вопрос уяснили. А что же хрен, спросите вы? Вот здесь-то и кроется некая внутренняя неуклюжесть. Соус – понятие французское, а хрен – это хрен. Исконно русское, между прочим, огородное растение. Вот послушайте цитату из Травника 13 века. «Есть трава – царские очи. Собой бывает и мала, и велика желтоватый корешок, что злато. У кого очи болят – держи при себе, отготь болеть не станут. Или муж жены не любит, или жена мужа – держи при себе, то любить станут. Или птицей, или рыбу ловить станешь, то уловишь много, только носи на себе». По-моему, даже всякие полезные слова про витамины говорить не надо. Все понятно. Кстати, само слово «хрен» произошло от древнерусского «крен», то есть запах. И ощущая аромат нашего сегодняшнего салатного соуса, заправки или дрессинга, выберите для себя самый симпатичный термин. Сам салат мы так и назвали «свекла с креном». В сторону здоровья, конечно. «Свекла с креном». Отварную свеклу нарезать кубиками. Измельченные луки и шампиньоны обжарить и смешать со свеклой. Приготовить заправку из сока лимона, растительного масла, петрушки, соли, перца и тертого хрена. Все перемешать, при подаче украсить зеленью и дольками вареных яиц. И к слову о запахах. Не так давно японские ученые обнаружили, что кроме мощного укрепления семейной жизни, противорадикулитного облегчения, профилактики простуды и прочее-прочее-прочее, хрен еще и с кариесом может бороться. И задались они вопросом создания зубной пасты на основе его корневища. Все бы ничего, но нетипичный запах нейтрализовать пока не удалось. Давайте пожелаем им удачи. Ну а что до соусов, сегодня мы использовали прием, простой прием так называемого холодного смешивания жидких и твердых ингредиентов. Получился эдкий соус винегрет, но очень по-нашему. Разговор продолжим завтра. До завтра и прощаюсь. С вами была Жанна Соловьева. До свидания. Лада, а вот вы себя причисляете к когорте трудоголиков? Не знаю. Ну почему вы всегда скромничаете, когда мы говорим о вас? Давайте Людмиле Марковне поговорим. Но ведь вы же написали эту книгу. Я написала эту книгу за месяц, скажу вам честно. То есть как, подготовка шла долго, естественно. Фильмы пересмотреть, это много надо времени. Поднять какие-то архивные записи, пересматривать какие-то ее интервью телевизионные. Какие-то передачи, там еще что-то, еще что-то, что-то вспомнить, там рецензии и так далее. Но 15 сентября я села за компьютер. То есть до этого у меня был, у меня 41 файл. То есть я что-то набрасывала, знаете, как раз открыла, что-то написала, там Люся, там нога, допустим, сломана, да, вот эту историю расписала. Потом пришла пора собирать книгу. 15 сентября я села за компьютер. И в ночь с 15 на 16 октября я поставила финальную точку. Месяц. Вот это все. Ну, хотя бы с перерывами на сон и еду. По два, по три часа. Кормил меня мой ребенок. Да? Да. То есть все-таки трудоголизм здесь был? Был, наверное. Ребенок мне подсовывал бутерброды какие-то, там, чай, еще что-то. Но это было вот такое озарение, все, вот сейчас и это собирается, и это вот здесь, и это вот так. То есть это все на одном дыхании было? Или все-таки муки случались? Нет. Нет. Это не в порядке, как бы, похвальбы себя любимой. Муки были на стадии вот каких-то отдельных эпизодов. Муки были в том, что события сами начали всплывать в моей голове. А поскольку там очень много уже ушедших людей, и вот этот вот снежный ком, и дядя Женя Матвеев, и Нифонтова Руфина Дмитриевна, и Мария Фоминична Пастухова моя. И, ну, сейчас кого не тронь, там уже практически, ну, дай бог вообще здоровья Владимиру Михайловичу Зельдину, Людмиле Алексеевне Чужесину и так далее. А в принципе уже многие ушли, и вот это вот было очень мучительно. То есть события сами начали всплывать из памяти, только успевай записывать. Потом, когда все это пересматривала, ну, перечитывала, извините, все-таки не Лев Толстой. Я думаю, боже мой, это не надо, это нельзя, это, понимаете, что-то... То есть такое было, да? Абсолютно, да, да, было. И как боролись с собой, как уговаривали себя? Нет, вычеркивала, обещала, вычеркивала, да. То есть здесь нет многого того, о чем вы знаете, помните? Многого нет. Хорошо, в таком случае, быть может, будет еще что-то? Не уверена, нет. Нет. Наверное, это все-таки... Я не знаю, что я скажу там завтра, послезавтра, но мне кажется, вот то, что я убрала, наверное, это не для широкого чтения. То есть у вас сидел такой внутренний цензор? Был, да. Ну, не каждому было. Было желание сократить какие-то эпизоды, там, вот, где она плачет, где она там еще что-то. Все это было желание. То есть у вас была цель показать вот ту Людмилу Марковну Горченко, которая женщина для вас? Да. Да? Я часто слышала и читала, что она играла в жизни. Но опять-таки из той серии, не поймешь, это Люся Горченко или там любимая женщина-механика Гаврилла, со мной она не играла. Она могла для меня проигрывать что-то, целую роль, лишь бы там отвлечь. Не обязательно меня, вдову Бернеса, например, там есть эпизод, когда она всю, в общем-то, эту кашу вокруг нее заварила, лишь бы ее отвлечь. Вот то, что она проигрывала какие-то роли, это да, но то, что она играла в жизни, я не могу этого сказать. Со мной такого не было. А знаете ли вы, что самой длинной биографией в истории книгопечатания является историей жизни британского премьер-министра Сэра Уинстона Черчилля? Ее написали сын Черчилля Рэндольф и Мартин Гилберт. В этой книге целых 22 толстых тома. Скажите, а если бы все-таки удалось взять интервью, что бы вы спросили? Какой бы вопрос вы задали? Смотря когда. То есть в разные периоды вы были готовы к разные вопросы? Абсолютно. Более того, я же там тоже, я пишу, но я все по книжке сейчас. Я знала, что Лидмой Макине было трудно в начале нашего 21 века, там антропризы и так далее, и так далее. Я ей совершенно искренне спросила, предложила свою помощь. Ну, я журналист здесь, в принципе, ничего. Мы знаем друг друга, но уже, ну, как, ну, боже мой. Мы что, с ней не поссорились? Да. Сталь? Она не хотела, чтобы я с ней работала. Работа убивает что-то другое? Ну, я могу только об этом догадываться, потому что работать с ней тяжело. И порой из-за этого вот все хорошие отношения летят тар-тарары. Может быть, вот это как-то. Может быть, что-то другое, я не знаю. Тяжело, потому что она требовательна в работе? Она безумно требовательна. И это опять-таки плюс. Потому что талантливый человек, он должен быть требовательный. И она не доматывала до печенок костюмерши, нет. И гримеров не доматывала. Она просто просила сделать вот то-то, то-то, то-то. И кто это понимал, становились ее друзьями. И брали ее в соавтора своей героини, которая ей предстояло играть. Она молилась на гримеров, на костюмеров. Ну, молилась там, понятно, что она обожала их. Она вообще любила талант. Читатели, которые будут читать книгу «Моя Гурченко», естественно, будут соотносить эту Гурченко с вами, с тем человеком, который все это написал, который с ней общался. Просто так сложилось. У меня профессия журналист. И как-то так случилось, что по жизни я общалась и общаюсь с народными артистами. Беру у них интервью. Там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Да, кто-то приглашает на премьеры. Кто-то так далее. Но были в моей жизни люди. Я отдавала себе отчет, что это народный артист Советского Союза, Евгений Семенович Матвеев. Но для меня он был дядей Женей. Это он сам себя так позиционировал. Ну, как сейчас модное слово, позиционировал. Людмила Марковна тоже пыталась. Но если на дядю Женю я очень быстро переключилась, то дядя Женя, дядя Женя, все. Людмила Марковна тоже несколько раз пыталась переключить, потому что ее вся страна звала Люся. Я ее звала Людмилой Марковной. Вот и до сих пор зову. Единственный раз я ее назвала по имени, но это тоже я там описываю, это просто надо было сделать, чтобы как-то ее встряхнуть. Я не слукавлю, если скажу, что фамилия... Я осознавала, что у Людмилы Марковны фамилия Гурченко. Но если бы у нее была другая фамилия, она бы для меня-то хуже от этого не стала. Она уже есть в моей жизни. Понимаете, то есть дело не в фамилии. А вот о тех, с кем вы общались тоже и писали статьи, вот о них вы написали бы, напишите книгу? Мне бы очень хотелось. Но как получится. Как получится, да? Есть какие-то планы, есть... А о ком бы написали? Ну, так случилось, что в моей жизни была Татьяна Ивановна Шмыга. Тоже, которой, к сожалению, нет уже. На том же спектакле «Идиот» за неделю или там за полторы недели до знакомства Гурченко я познакомилась с Нифонтовой. Точно такая же история, один в один. И Руфина Дмитриевна мне тоже сказала, ну что ты встала, иди, если тебе надо, к твоей чурсину. Людмила Алексеевна меня возненавидит. Я могу сказать, простите, Людмила Алексеевна, я вас очень люблю по-прежнему. Как-то вот, я не знаю, если получится, не все же от нас зависит. Если совпадет, да, как говорят, я, правда, не знаю, это так или не так, но надо послать какую-то мысль в космос, правильно только ее сформулировать, и все получится, если должно быть. А знаете ли вы, что самая первая книга с точно установленной датой издания является «Псалтырь», выпущенной 14 августа 1457 года Иоганном Фостом и Петром Шефером, старшим помощником Гутенберга? А вот меня очень интересует ваша особа сейчас, уж простите, да. Ну, книгу зритель, наш телезритель может купить, прочесть и все понять, да. Да, читайте, покупайте. Да, это очень интересно, очень красиво и вкусно написано. Извините за такое сравнение. Спасибо. Вот журналист, который берет интервью у звезд, он взял интервью, написал статью и исчез из жизни, и актер этот исчез из жизни журналиста. В вашей жизни эти люди остаются. Почему, Лада? Ну, это не ко мне вопрос. К вам. Что вы делаете? Может быть, потому что... Что вы делаете такого, что вы остаетесь с ними? Нет, ну, может быть, потому что они не звезды сегодняшние, а все-таки, понимаете, да, они народные артисты. Кто-то РСФСР, кто-то России, кто-то СССР еще. Они почему-то вот забыли себя звездами называть, забывали. Если уж мы так говорим, да? Может, все дело в этом? Это не ко мне вопрос. Еще, слава богу, ну, есть люди, у которых, наверное, можно спросить, а почему вы в жизни Акимова? Ну что ж, я думаю, что когда мы будем делать телевизионную передачу про журналиста Ладу Акимова, я говорю в мужском роде, не в женском, не в журналистку, а журналиста Ладу Акимову, мы поинтересуемся у этих людей. А выход... Может быть, может, ну, как вы сами говорите, мало ли что, да, и как оно все повернется. А вот продолжая тему звезд сегодняшних, вы работаете сейчас с ними, вот, с молодым поколением артистическим? К счастью, в малой степени. Ага, все-таки к счастью. Нет, у меня есть замечательные ребята, и, кстати, они тоже в моей жизни остались, остаются, мы с ними перезваниваемся, там, фейсбук сейчас очень модно, такая социальная сеть. У меня есть... Ну как, это моего возраста, молодые... Правильно. Актрисы, актеры. Но это, опять-таки, не звезды. Понимаете? Звезды для меня немножко другое. Полторы песенки спел, и уже я звезда. Из кадра выпал на съемочной площадке. Я завтра буду звездой. Вперед, дорогой. Камеру держать научись сначала. Нет, я правда сама не умею. Но тем не менее. Но я и не позиционирую себя как актриса. Вот это я называю звездами. Это с отрицательным. Звезды в кавычках. Потому что звезды, наверное, это все-таки... Я даже не знаю. Любовь Орлова называли звездой. А Раневскую почему-то не называли. Вот почему. Да, интересно. Очень интересно. Да? Ведь по силе талантища... Не хочу обижать Любовь Петровну. Но Фаина Раневская, это же глыба. Понимаете, в чем дело? Там еще кого-то называют. А Ию Савину, например, никогда звездой не называли. А тоже талантища, немерено. Тоже уже ушедшая. Вот. Так что не знаю. У меня со звездами как-то... Не сложилось. Ну, может быть, и слава богу. Вы упомянули, что у вас все-таки есть любимые актеры и актрисы. Кто это? Поделитесь с нами. Я обожаю Лизу Фрэнли. Инна Михайловна Чуриков. Кстати, про Гурченко, извините, ходила, была такая сплетня, это сплетня абсолютная, что она терпеть не может других женщин, а тем более других актрис. И Фрэнли их просто вот она на дух не переваривает. Неправда. Неправда. Она восхищалась Шмыгой. Это в книге есть. Она восхищалась Чуриковой. Это есть. Вот. Кого я еще люблю? Я люблю Раневскую. Я люблю Морецкую. Это все. Оттуда откуда-то. Люблю Орлову. Гурченко вне обсуждения. Кого еще назвать? Я боюсь кого-то обидеть. Потому что из старой гвардии у меня очень много, скажем так, людей, чье творчество мне не безразлично. Скажем так. Любимые, не знаю, любимые все-таки это как-то, это ты становишься поклонницей, наверное. Просто вот, кто мне интересен в работе, вот непосредственно на съемочной площадке, если я их вижу, и чей продукт, плохое слово, чей фильм, чья роль, мне понравится уже на выходе. Как-то так зацепят, защемят. Я не могу понять, как играет Чурикова. Я не могу понять. Вот она сейчас здесь, и вдруг, я не могу понять, как у нее это получается. Я не могу понять, как это все получается у Алисы Фрейли превращаться в маленького мальчика. И играть от лица маленького шаловливого, такого нашкодившего, я не могу себе представить. Я так же не могла представить, как Гурченко тоже вот ментально перевоплощается, но могла сыграть кого угодно. Вот до старух, кстати. И сыграла замечательный, кстати, фильм, он, по-моему, неизвестен, называется «Бессовестный». Это по рассказам Шукшина. Людмила Марковна там как раз сыграла, не могу сказать, пожилую женщину, но, в общем-то. Ну, хочу сказать, что, к сожалению, нет сейчас таких актрис, которые бы смогли так же перевоплощаться, как Чурикова, как Гурченко. А почему? Я бы не сказала, что нет таких актрис. Они есть. Просто есть актрисы, а есть медийные лица. Знаете, как раньше говорили, медийность пяти кнопок. Радь Бога, не хочу никого обижать. Кто попал в сериал, тот... Есть девочки, мальчики замечательные, они играют в театрах, в московских театрах. Их просто никто не знает. То есть неправильно я сказала. Их знают те, кто ходит специально на них на спектакли. Они абсолютно молодые, у них всё впереди. Потрясающие есть ребята, девчонки. Лада, и всё-таки вы уже можете именоваться писательницей? Нет, давайте остановимся на том, что я журналист. Хорошо. Журналист Лада Акимова. Какие книги предпочитает читать? Увы и ах, я неоригинальна. Я люблю классику. Классику. Я люблю Толстого, я люблю Достоевского, я люблю Пастернака, я люблю Ахматову. Увы и ах. Ну, не знаю, насколько. Моэма обожаю. Очень люблю Танисию Ильямса, люблю Брехта. То есть современные писатели не... Нет, из современных мне очень нравится Сергей Минаев. Да. Да? Мне очень нравится Андрей Константинов. Бандитский Петербург и так далее. Очень нравится. Но я не могу сказать, что я перечитываю их произведения так же, как я перечитываю «Войну и мир». Вот как-то вот так вот всё-таки. А скажите, рецензия на книгу предполагается от критика? Я не знаю. Это критикам вопрос, не ко мне. То есть они по собственному желанию могут написать рецензию? Я просто вот не знаю правил на этом литературном поприще книгоиздательского. Я не знаю. А вот вам бы хотелось, чтобы кто-то написал из профессионалов рецензию на вашу книгу? Не знаю. Или это... Вот не надо не оценивать это как писательский труд. Это просто мои воспоминания, моё, моё. Моя горчинка. Да, это абсолютно. Я не считаю это писательский труд, если мы берём что-то глобальное, да, под словом писательства. Нет, это просто... Я не знаю, как это назвать, честно вам скажу. Ну, может быть, воспоминания, может быть, я не знаю. Но здесь, если вы обратили внимание, я всё-таки опираюсь на её книги, пытаюсь вспомнить её фильм, опять-таки, «Антреприза». И каждая глава из этой книги названа малоизвестными её фильмами. Чтобы просто вот обратили внимание, почему так. Там в конце есть фильмография, может быть. Очень хотелось бы, чтобы посмотрели эти фильмы. Ну, для меня действительно было открытием, что столько фильмов было, в которых горчинка снималась, и очень многие неизвестные, они не на слуху, вовсе, вовсе. Это прямо такое пособие, очень хорошее, плюс ко всему. Лада. Ну, что мне сказать, я старалась. Вот, хорошо, договорились. Давайте вот на этом установимся. Вы старались. Это старание оценят читатели, уверенно, по достоинству, потому что книга очень интересная. Правда, очень интересная и непредвзято. Мы же могли тут и напасть на вас. Вы же меня предупредили, что вы не канал. Лада, спасибо вам большое. Ещё раз нашим зрителям напоминаем, что вышла в свет. В эфир, хотел сказать. Но теперь уже и в эфир книга Лады Акимовой «Моя Гурченко». Книга воспоминаний, своих впечатлений, переживаний. Ну, это книга правды. Это действительно так. И спасибо вам большое, Лада, за вашу смелость, за вашу откровенность и за вашу тонкость. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Чтение есть создание собственных мыслей при помощи мыслей других людей. Так сказал Николай Рубакин. Читайте, читайте, смотрите, вспоминайте, беседуйте, разговаривайте. Завтра будет новый день, новые темы и новые герои. Встретимся, как обычно, на рассвете. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!